Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискик. Меня зовут Ирина, я очень рада вас видеть на своем канале. Сегодня я наконец созрела снять для вас видео о пустых баночках в уходе за волосами. Разделила на рубрики, потому что, как вы знаете, у меня очень много пустых баночек собралось, потому что, наверное, месяца два я не снимала для вас пустышки. Ну вот, уже все созрело. Выбросить мне баночки жалко, не поделившись с вами мнением. Так что усаживайтесь поудобнее, берите кружечку чая, чего-то вкусного, полезного и поехали смотреть, что я для вас приготовила. Пустышек у меня действительно для волос собралось немало, так что будем потихонечку доставать то, что у нас тут есть рандомно и расскажу вам, что, какое мнение сложилось у меня. Ну что, поехали. Первое, с чего я хочу начать свои пустые баночки, это не совсем за волосами, но не могу мимо этого пройти, потому что закончилось, и рассказать я вам об этом хочу. Это биомыло, ароматерапия, орхидеи, маслоорганы для всех типов кожи. От бренда ЯСамая, на самом деле, я впервые пробовала такое мыло, у него была бюджетная цена. Могу сказать одной, вот этот номинал 500 мл, он достаточно, само мыло, оно густовато идет, не жидкое, но помимо того, что у него приятный аромат, и он неплохо пенился, все, на нем все качества закончились. Он дико сушит кожу, и могу сказать, что как-то вот прям подсушивает сильно кожу рук, и куплю ли я его еще или нет, не знаю. Но хорошо очищал кожу, и приятно очень пах, удобная вот эта вот штука, которая, в принципе, экономит денежки. Следующая мыльца от бренда Organic Shop, называется мыло для рук витаминное, тоже очень вкусно пахло, с экстрактом граната и масло пачули. Написано без парабенов и всяких разных других примесей. Что могу сказать? Приятно имеет аромат, оно достаточно жидковатое, но тоже мне сушит кожу рук. Но аромат у него дико очень приятный, могу сказать, он такой какой-то, по-моему, с кислинкой. Да, с легкой ноткой кислинки, он такого красноватого оттенка, по-моему, был. Но мне очень понравился, быстро улетел, у нас, точнее, ребенок очень быстро его вымыл на себя, мыл ручки им, так что как-то вот так. Ну, не навитаминизировал мне кожу рук, но если будет на него хорошая скидка, почему бы не купить? Ну, все, теперь давайте начнем с волос. У меня тут очень много вкусняшек. Что у меня закончилось? У меня закончилось два шампуня у сына. Первый шампунь для чувствительной и проблемной кожи с экстрактом череды ромашки, календулы, пантенолом. От бренда Наша Мама я уже, наверное, три года я о нем говорю, о том, что это просто наш самый любимый шампунь от этого бренда. Вообще шампуни этого бренда мне очень нравятся тем, что они абсолютно не вызывают аллергии, хорошо промывают детскую кожу, смывают всю грязь и хорошо моют волосики. Очень-очень советую всем мамочкам его попробовать, мне нравится у него цена-качество и имеет приятную травянистую одушку. Также у нас закончился шампунь с экстрактом календулы и ромашка. Он идет тоже в таком же объеме, тоже нам нравится. Он, по-моему, с подобной одушкой идет. В общем, очень классные шампуни, смело мамочке могу порекомендовать вам в уходе за своими детками. Нам, по-моему, больше никакие шампуни не идут, и я уже даже честно боюсь экспериментировать. Следующее, что у нас закончилось тоже из более-менее натурального, но мне все-таки кажется, это натуральная косметика. Шампунем я закончился от Сибирского здоровья, шампунь для роста волос, 250 мл. У меня даже есть на него пост в моем инстаграм. Кстати, да, подписывайтесь на мой инстаграм, мискик 9970. Там я вам делюсь с вами какими-то постами, отзывами о продукции, если, к примеру, я здесь еще не успела вам о ней рассказать. Ну так вот, вернемся к шампуню. Он хорошо очищает волосы, и у него есть особенная такая, такая небольшая, точнее, особенность. Вот когда вы начинаете им пользоваться, он будет отлично работать, чистота волос будет до двух дней длиться. Но потом волосы к нему привыкают, и приходится мыть волос каждый день. Но так как он работает на волосах хорошо, он очищает и не пересушивает их, собственно говоря, мне понравилось. Сказать, что он как-то стимулирует рост волос, если честно, я этого не заметила, но неплохой такой шампунь был, если будет на него хорошая скидка, обязательно возьму, кстати, пахнет какими-то такими елочками. Неплохой шампунь, ни сухости, ни зуда, ни перхоти, ни шелушения, никакой пленки на волосах он не оставляет, он хорошо промывает волосы, замечательно, кстати, смывает масляные маски. Это, кстати, как оказывается, достаточно большой плюс. Мне понравилось, смело могу вам его порекомендовать. Следующее, что у меня закончилось, и это, знаете, вот из той серии мы добивались как могли, чтобы хоть как-то вот он ушел. Это шампунь от бренда Глискур, это новинка с маслом Арулы для поврежденных волос, интенсивный уход. Безграничная легкая, соблазнительная мягкость, подходит на каждый день, деликатно ухаживает, не пересушивает, не утяжеляет. Запах у него очень приятный, прям очень вкусный, парфюмированный такой, точнее, мне понравился аромат. Но он хорошо пенится, да, но он практически не смывается с волос. Вот сказать практически, он вообще не смывается. Я не знаю, как его нужно дозировать, но у меня, я его когда наносила на волосы, когда смывала, мне все время хотелось еще смыть, смыть, смыть. Он остается пленкой. И я, его супруг, мы вместе с ним пытались его добить, потому что, ну, я не могла с ним никак сдружиться, я не могу его вам никак посоветовать. Если вы пробовали данный шампунь, напишите ваше мнение, понравился он вам или нет. Но у меня с ним прям любви не сложилось, и как-то вот, ну, какой-то муторный шампунь. Не знаю, раньше Глискур я покупала шампунь в такой, знаете, по-моему, желтая у них упаковка восстановления, там эликсир тоже какой-то был, мне нравился. Это совсем нет, их новиночка, но мне она совершенно не зашла. Следующее, что у меня закончилось от Глискур, точнее не закончилось, а я половину выбрасываю, это экстремальное восстановление, экспресс-кондиционер. Мне нравилось им пользоваться на длину расчесываться, но на длину распрыскивала, и потом просто расчесывала с утра. Это была палочка-вручалочка у меня каждый день с утра для того, чтобы прочесать волосы. Потом я заметила, что он поменял свой немножко аромат, и я решила, что он испортился просто. Но знаете, вот такой вот силиконовый спрейчик, который вы наносите на волосы, он дает легкое расчесывание. Для окрашенных волос, мне кажется, вообще спасение, если у вас сухие окрашенные волосы и ограниченный бюджет, в принципе, можно пользоваться вот такими вещами. Раньше у меня был желтый вот такой вот глискур, я покупала полностью серию, меня устраивало. Этот на середине у меня испортился как-то так. Но, конечно, он не восстановит ваши волосы и не преобразит вас как-то что-то. Это просто такая силиконовая несмывашка, которая визуально немножко сделает ваши волосы получше. Следующее, что у меня закончилось из шампуней, и знаете, это прям вот со слезинкой на глазах. Это бренд от... Это бренд Шесейд от Субаки. Это шампунь с камелия. Их интенсивный восстанавливающий шампунь. Да, шампунь для восстановления волос с камелий. Ребят, как я люблю этот шампунь. Как я люблю этот аромат. И да, я поеду. Я поеду за ним снова. Я куплю его снова, потому что он мне катастрофически необходим и нужен. Я его дико нежно люблю и рекомендую его всем попробовать. Это просто мой самый-самый любимый мой шампунь. И я не знаю, вот я сейчас нахожусь в стадии того, чтобы пробовать еще. Как вы знаете, то, что этот шампунь продается только в одной из сети магазинов. И мне там не нравится обслуживание. Но мне нравится этот шампунь. Поэтому, наверное, закрытыми глазами, скребя зубами, я пойду туда его купить. Потому что... Но он мне очень нравится. Он выполняет все мои требования. И работает на волосах отлично. И он дико экономичный. Вот этим я пользовалась. 500 мл у меня уходило год. Ровно практически год я им пользовалась. И мне кажется, это вот прям... Да, это хороший показатель для таких шампуней. Но, конечно, если взять во внимание, что я пользовалась еще какими-то другими шампунями. Но у меня к нему рука тянется. И он работает отлично. Просто на ура. И не всегда с ним можно использовать кондиционер. Вы знаете, вот у меня... Я имола волосы. Когда мне надо с утра быстро привести себя в порядок. Помыть волосы. И знаете, когда вот ты там за маской, за бальзамом тебе некогда. Ты быстро-быстро-быстро. Вы знаете, вот это вот из той серии. Быстро-быстро-быстро. Волосы не пересушены. Они, в принципе, неплохо расчесываются. Как бы, в принципе, очень даже... В принципе, хороший шампунь, за которым я снова поеду. То есть, смело вам могу порекомендовать. Следующая вещь, которая... У меня там остались масочки. Но я хочу еще показать вот эту штучку, которая у меня закончилась от бренда Золотой Шелк. Это восстановление питания. На него у меня тоже есть обзор в моем инстаграм. Подробненько о нем рассказываю. Мне нравится его аромат. Очень, кстати, понравился его аромат. Такая манюшечка. Нужно всего 2 капельки, 2-3 капельки. Его нужно наносить на кончики. Это не смывашка. В общем, могу сказать, мне он очень понравился. 25 мл. Неплохая бюджетная штучка для ваших кончиков. Волосы с ним блестят, хорошо расчесываются. Они мягонькие. Очень даже достойная вещь, которую смело могу порекомендовать. С учетом того, что стоит бюджетно. Имеет стеклянную упаковку. И здесь хороший дозатор. Хорошая вещь. И да, хорошая. Мне понравилась многофункциональная вещь. Следующие у меня закончились масочки. Об этих масочках у меня даже есть обзор. Поэтому буквально кратенько вам их покажу. А обзор смотрите сами. Там я все подробно о каждой маске рассказываю. Первое, что у меня закончилось, это маска от бренда Приэльс Профэшнл. Она у меня идет с кератина. Как вы знаете, это моя любовь. Точнее, это та бюджетная маска, которая вызывает у меня симпатию. Которая мне нравится. Я ее пользуюсь ровно месяц. И потом откладываю до следующего, когда мне ее понадобится. Она дико силиконистая. Она мне нравится. Стоит. Она крайне бюджетно пахнет приятно. Хорошая, достойная маска, которую смело вам могу порекомендовать. Приобрести себе, чтобы у вас была. Следующее, что у меня закончилось. И я, знаете, вот редко могу сказать, что я прям с горючими слезами говорю о том, что у меня закончился продукт. Но вот в этот раз у меня закончились два горячо любимых продукта. Следующее, что у меня закончилось. И я сейчас хочу ее купить. Если куплю, увижу, то схвачу, наверное, несколько штук. Это вещь от бренда Сьос. Вообще, как вы знаете, к Сьосу я отношусь достаточно скептически. И, кстати, да. Проходите, смотрите видео о масках. А потом возвращайтесь ко мне сюда. Так что вот так вот. Ну так вот, Сьос. Мне понравилась эта маска. Это маска мгновенная интенсивная маска. Которая у нас идет против поврежденности, ломкости, сечения, потери объема, электролизации, спутанности и тусклости. Такая туба в 250 мл. Отличнейшая маска, которая мне дико понравилась. Она из той серии. Она бюджетная. Из масс-маркета, которая работает, которая не вредит, которая нравится и которую хочется купить снова. Это вот она. Это вот эта вот маска, которую я повторю снова. Ребят, хорошо напитывает волосы. Она, да, она силиконистая. После нее волосы рассыпчатые, хорошо расчесываются. А иногда длине прям необходимо. Особенно девочкам с длинными волосами. Вы меня сейчас прекрасно понимаете, когда длина должна быть такая напитанная, чтобы ее хорошо прочесалось. Либо маска должна быть с силиконами, чтобы она не пересушила, но волосы хорошо расчесались. Это вот эта вот масочка 03, мгновенная маска, минутная. Ее нужно наносить на минуту, она пострадействует. Мне понравилось. Так что снова хочу ее купить. Достойная маска. Закончилась у меня маска для волос с экстрактом красного перца и корицы. Я же все в надежде того, что я помогу своим волосам разбудить все спящие луковицы. Дико невкусно пахнет корицей. 250 мл, которой мне хватает буквально на 4, максимум 5 раз применений. Пока я не вижу от нее дикого роста, но она у меня закончилась. И я сейчас ищу какую-то маску с перцем, чтобы она активизировала. Потому что большинство людей говорят о том, что перец активизирует рост волос. И я надеюсь, что вдруг эта маска мне поможет. Неплохая маска, но эффекты я пока от нее не вижу. Так что в поиске. В поиске хорошие маски. Вот такие у меня были пустые баночки выходят за волосами. Если вам понравилось данное видео, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. И дайте знать, какую маску с перцем для стимуляции роста волос мне посоветовать. И напишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду вам дико признательна. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить свежее видео. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы не пропустить там какие-то минимальные быстрые обзоры. Мой инстаграмм мискик 9970. Я буду рада вас там видеть. Конечно же, берегите себя и своих близких. Желаю вам хорошего настроения. Солнышко над головой с вами была ваша Ирина. А мы с вами увидимся в скором будущем новом видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.